Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. После нас хоть потоп. Нарушители правил застройки угрожают экологической безопасности города-курорта. Дом за 30% стоимости. Действует государственная программа для жителей сельских населенных пунктов. Чрезвычайным ситуациям готовы. В СУКО прошли плановые учения. Лучше не доехать, чем переехать. Инспекторы РОТОДПС проводят проверки нарушений стоп-линии. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Диагноз – самострой. Лечение – снос. В Анапе продолжается борьба с застройщиками-нарушителями. Власти Анапы идут навстречу хозяевам незаконных построек, предлагая переоформить целевое назначение участков по закону. После нас хоть потоп. Хозяева земельных участков в селе Витязева закрыли канал бетонными плитами. На ровной поверхности удобно поставить торговые ролеты, хотя этот участок общего пользования. И без согласования со специалистами администрации любое самоволие здесь запрещено. После проверки установлено монтаж плит над каналом. Нарушения и последствия такого нарушения серьезны. Кроме того, Витязевский лиман является частью экосистемы города-курорта. И устройство плит перекрытий, каких-либо конструкций на нем влечет нарушение экологической обстановки на территории муниципального образования. И не является законом, не может являться таким. Администрация города обратилась с иском в суд. По решению суда канал обязали открыть плит и демонтировать. Еще семь заявлений пока на рассмотрении в суде. Власти Анапы и анапчане ожидают справедливого решения. Виновных в самоуправстве обяжут исправить нарушение. На бульваре Шарданы в Витязеве демонтируют торговые павильоны, вышедшие за рамки законных построек. И после постоянных проверок в селе, хозяев гостиниц призывают переоформить целевое назначение земельных участков из категории по ТЖС, по факту возведенного строения под коммерческие объекты. Выявлены многочисленные нарушения на территории села. В том числе в части незаконной установки торговых павильонов, несоответствие объектов капитального строения ввиду разрешенного использования земельных участков, на которых они расположены. И прочие нарушения, по которым управлением и администрацией будут приниматься соответствующие меры. То есть будут направлены исковые заявления о демонтажении капитальных торговых павильонов, о сносе капитальных объектов, а также об обязании привести в соответствие вида разрешенного использования земельного участка и расположенному на нем объекту капитального строительства. Каждый факт нарушения правил застройки рассмотрят в суде и в соответствии с действующими законами инициаторов беспорядка обяжут ответить за нарушение. Закон един и одинаков для всех и штрафные санкции действуют для всех одинаково. Наталья Пухальская, Максим Лагоша, Анапа. Регион. Специалисты жилищного отдела администрации курорта проводят выездные приемы и знакомят жителей сельских округов с действующими федеральными, краевыми и муниципальными программами по улучшению жилищных условий. По некоторым из них можно получить социальную выплату, составляющую 70% от стоимости жилья. Подробнее в сюжете Вадима Родина. Квартирный вопрос один из самых трудных для жителей сельских округов тем более. Но все сложности только на первый взгляд. Большинство селян даже не подозревают о том, что есть программы господдержки, причем намного весомее тех, которые рассчитаны на горожан. На самом деле это старая программа социального развития села. Просто ее модернизировали. На сегодняшний день в ней могут участвовать граждане, молодости и молодые специалисты, которые проживают и работают в сельском местности. По данной программе предоставляется социальная выплата в размере до 70% от расчетной стоимости жилья. Например, на покупку нового дома стоимостью 2 миллиона рублей. По этой программе можно получить 1 миллион 400 тысяч. А недостающую сумму можно накопить или взять в кредит. То же самое и со строительством собственного дома. Государство оплатит 70% смертной стоимости строительства. Эта программа после разъяснения специалистами всех условий заинтересовала селян. Программа устойчивого развития сельских территорий. Эта программа направлена на обеспечение жилью граждан, которые проживают и работают в сельском местности. Причем работать они должны только в агропромышленном комплексе, либо в социальной сфере. Это образование, здравоохранение, физкультура и культура. Я считаю, что по устойчивому развитию сельских территорий, например, люди получают по 800-900 тысяч. На дороге они не валяются. Естественно, нужно приложить усилия, собрать какие-то документы. Есть и другие не менее интересные и выгодные предложения по улучшению жилищных условий. О каждом рассказывают специалисты. На встрече с населением выезжает командир роты ДПС Александр Смирнов. Его задача – выявить сильные и слабые стороны работы своих подчиненных. Он принимает жалобы и предложения по улучшению ситуации на дорогах. В частности, вопрос об установке светофора в центре станицы Анапской, по словам Александра Смирнова, практически решен. Естественно, сегодняшний день Сергей Павлович вырезал в центре станицы Анапской, значит, об установке здесь светофора в объекте. Александр Смирнов отметил, что сегодня при достаточно высокой заработной плате инспекторов есть моральное право требовать от них более качественные службы. С теми, кто не сумел защитить честь мунгира, расстаются быстро и без сожаления. Такие же встречи с населением пройдут во всех сельских округах Анапы, чтобы каждый житель знал, как улучшить свои жилищные условия и закрыть, наконец, квартирный вопрос. Вадим Родин, Алексей Мухортов, Анапа-регион. В четверг, 27 февраля, в Суко прошли плановые учения. Дежурные бригады спасательных служб прибыли на место ЧАЭС через полчаса после сигнала. По легенде учений, уровень воды речки Суко и пруда накопителя на северо-восточной окраине села поднялся до критического. После обильных непрекращающихся осадков возникла угроза разрушения напорной дамбы и подтопления частных домов. В зоне возможного подтопления 118 человек, в том числе 11 детей. В 10 часов по учебному сигналу «Старт» команды спасателей выехали на место чрезвычайной ситуации. В соответствии с указанием и президента, и местного руководства, и главы администрации, чтобы все знали, как вести себя в случае чрезвычайных ситуаций, отрабатываются учения. В данный момент учения отрабатываются на самой сложной территории, которая имеется у нас в муниципальном образовании. От чрезвычайной ситуации возможны при паводках или наводнениях. Первыми на место прибыли представители казачества и сотрудники пожарной части в СУКО. Через пару минут прозвучал сигнал «Внимание всем!» – работала система оповещения. Отряды спасателей Кубань-Спаса и муниципальной службы спасения дополнительно повестили население и отработали условно-эвакуационные мероприятия. Отрабатывалось три вопроса. Первый вопрос – прохождение сигналов на оперативные службы. Второй вопрос – это реагирование сил постоянной готовности. И третий вопрос – это оповещение населения о действиях в случае наводнения. После сигнала отбой прошел смотр сил и средств, задействованных в учениях. Начальник отдела гражданской обороны и защиты населения Сергей Семерков оценил готовность спасателей. Задачи справились в установленное время. Время реагирования, с учетом прибытия их из города, максимальное время составило 31 минута, что соответствует нормативам. Но надо отметить, что в сложных погодных условиях, при наличии гололеда, при наличии темного времени суток, сильных выпадений осадков, это время увеличится на 25%. Поэтому мы будем работать над тем, чтобы сократить время прибытия суда. В учениях отработали 83 специалиста, задействовали 21 единицу спецтехники. Напоминаем, в случае возникновения внештатных ситуаций за помощью можно обратиться по телефону. Оперативный дежурный единой диспетчерской службы 3-20-94 или 0-51. Пожарная охрана 5-01-79 или 0-1. Полиция 4-68-82 или 0-2. Наталья Пухальская, Максим Логоша, Анапа. Регион. Вот уже почти три месяца, как введены повышенные тарифы для нарушения стоп-линии водителями на перекрестках. Инспекторы Рота ДПС и наша съемочная группа вышли на проверку. И выяснили, водители данное нарушение не рассматривают как нарушение. И даже штраф 800 рублей мало кого останавливает до стоп-линии. Вадим Родин продолжит тему. Перекресток улиц Крымской и Красноармейской – один из самых оживленных в городе. Стоп-линия перед пешеходным переходом ограничивает остановку автомобилей. Однако водители на обозначение внимания не обращают. Некоторые, правда, проезжают дальше, на перекресток. Но если таких торопящихся будет хотя бы два, то пересечь перекресток даже водителям не удастся. Отсюда заторы и пробки. Вывод напрашивается сам собой. Водители сами виноваты в том, что по улицам Анапы проехать сложно и долго. Есть и такие, которые о существовании стоп-линии узнают только от инспектора. Или еще проще – не замечают или игнорируют. Почему вы ехали за стоп-линии на перекрестке? При запрещающем финале светофора. Как вы нас поднимаете? А? Конечно. Если бы вы не увидели, то вас бы не остановили. Отговорки я проехал еще на зеленый, но пришлось остановиться, потому что впереди был затор, не проходят. Поскольку водитель обязан объективно оценивать ситуацию на дороге и предпринимать упреждающие действия. Например, пропустить один цикл светофора. Причем останавливаться следует на стоп-линии не по колесам, а по внешним габаритам, то есть по бамперу. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа 800 рублей по статье 12.12 часть 2 административного кодекса. Составляется протокол либо постановление, выписывается штраф. В течение 40 дней человек может выпить штраф. Параллельно с этой операцией в городе продолжается работа по эвакуации автомобилей, припаркованных под знаками, запрещающими остановку и парковку транспорта. За такие нарушения суммы штрафов значительно выше – 1500 рублей и около 2000 за услуги эвакуации и стоянки. По правилам ездить выгоднее и безопаснее. Но водители забывают об этом и ждут, когда гром грянет или инспектор остановит. Вадим Родин, Максим Лагоша, Анапа. Регион. 1 марта в санатории «Делуч» пройдет день открытых дверей. В программе встреча с генеральным директором Верой Стефановной Севряковой в 10 часов. В 10.30 пройдет презентация лечебно-диагностических отделений санаторного комплекса. С 11 до 14 часов врачи-терапевты и узкие специалисты проведут приемы и консультации бесплатно. На обследование компьютерной томографии и УЗИ 1 марта скидка 50%. Дополнительную информацию узнавайте по телефону 549-96. И это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. В пятницу 28 февраля в Анапе пасмурно. Днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 6-8, ночью до 7 градусов тепла. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте плюс 7 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48323. Телефоны 48300 и 48323.